Здравствуйте, дорогие и любимые зрители! Сегодня будет необычный фильм. Я решила сделать обзор бюджетных московских кафе и ресторанов. Во время моей молодости кафе было очень мало, а ходить приходилось очень много. И от этого возникало множество проблем. Сейчас можно найти кафе на любой вкус и любой кошелёк. Я уже рассказывала о разных кафе. И теперь решила всё это систематизировать, чтобы любой из вас знал, где вы сможете отдохнуть, если это необходимо будет, и вкусно пообедать, причём недорого. Сейчас я нахожусь в центре Москвы, на Пречистинской набережной. И свой обзор хочу начать с кафе «Кофейни Бенедикт». Но перед этим давайте всё-таки сориентируемся, где находится это кафе, где я нахожусь. Итак, давайте посмотрим. Я нахожусь на Пречистинской набережной. Видите, туда дальше будет Кремль. А здесь Красный Октябрь, кондитерская фабрика. Памятник Петру Первому. И Центральный дом художника. Ну а дальше Крымский мост. Взяв лучше от стиля лофт, который находится на пике популярности уже долгое время среди рестораторов, зал в ресторане «Бенедикт» оформили в этом же стиле. Аккуратные стены из потёртого кирпича, обшарпанные потолки, трубы и прочие прелести лофта уже давно воспринимаются гостями как определённый шик. А в сочетании с лаконичной мебелью из дерева и удобными креслами, как здесь, всё это выглядит более чем симпатично. Огромная люстра из лампочек Эдисона под потолком завершает образ ресторана. В кафе сделан упор на завтраки. Их здесь можно заказывать весь день с 8 утра до 11 вечера. Посетителям предлагается более 10 блюд из яиц. Панкейки, каши, фирменные вафли. Абашот, авокадо и огурец. Фирменное блюдо «Яйцо Бенедикт» с лососем и кусочком авокадо на горячем панкейке обойдётся вам 390 рублей. На ланчах с 12 до 17 часов действуют скидки. Можно заказать два блюда за 590 рублей. Окна выходят на Пречистинскую набережную, как раз напротив памятнику Петру Первому, недалеко от храма Христа Спасителю. В целом кухня европейская. Средний счёт обойдётся около 1000 рублей. Адрес Пречистинская набережная, дом 15, а ближайшее метро Кропоткинская. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Сегодня мы посетим ресторан с украинской кухней, славящийся своими вкусными домашними обедами. Я нахожусь в Корчме Тарасбульба. В Москве большая сеть таких заведений, около 20. Большинство продуктов из собственного подсобного хозяйства, в том числе и вода, из собственного артезианского скважины. Поэтому Корчма славится натуральными домашними блюдами и их разнообразием. Первый раз я попала сюда лет 10 назад, на день рождения своей подруги. И, кстати, сеть ресторанов Тарасбульба может доставить блюда в любую точку Москвы, если вы захотите заказать еду на дом. Вот такие красивые здесь официанты. Замечательные. Посмотрите, как красиво украшена лестница. Очень интересное декорирование. Спасибо. А здесь вот эти вещи продаются даже можно купить, да? Да, можно, конечно. Сувенирная продукция наша. Есть книги, кружки. Вот эти вещи можно здесь купить. Смотрите, какие замечательные. Но это все, наверное, на маленький размер, да? Большой. Ой. Прелестные вышеланки какие. Да? Да, да. Спасибо. Так этнически все оформлено очень красиво. Окошки. Музыка соответствующая. Пловички такие красивые. Деловые обеды за четыре выбора. Вот мясной сюда входит. Салат весенний. Борщ с мясом. Голубцы с мясом. Компот вишневый. Стоит всего 550 рублей. Куриный. Салат сухар, речек, лапша куриная, котлета куриная, картофельное пюре, компот вишневый. 495 рублей. Постный. Салат из свежих овощей. Бурзеленый постный. Вареньки с картошкой. Компот вишневый. 460 рублей. И рыбный. Салат винегрет. Ухо днепровская. Котлета из садака. Рис отварной. Компот вишневый. 550 рублей. Очень бюджетная. И находится это на садовом кольце. Смоленский. Перед едой подали вино. Аперейтип это дополнительная плата. Я себе заказала деловой обед. Здесь 4 выбора деловых обедов. Это очень вкусный клюквенный компотик. Немножко винегретика. И фаршмак на черном хлебе. Селеночка прекрасна. А это еще комплименты кровни принесли. А комплимент сало крученое. Очень вкусное. И адрес. Смоленский бульвар. Дом 12. Вот это вот ухо мне принесли. Все очень вкусно. Все очень аппетитно. Очень вкусные были котлеты судака. Но на самом деле вы можете заказать не только деловые обеды. А все что угодно. Здесь очень хорошая кухня. Первое кафе из этой сети открылось около метро Фрундинская. Как раз напротив. А об этой сети я хотела бы поговорить особо. Разнообразная еда, быстрый сервис, семейная атмосфера и симпатичные цены. Все это об уютных кафе быстрого питания Му-Му. Здесь готовят полезную сбалансированную еду. И радуют людей итальянской, японской и русской кухнями, национальными хитами. Проект Му-Му на протяжении 18 лет доказывает, что общественное питание может быть пятизвездочным. В сеть входит 40 кафе. И каждая привлекает москвичей большим выбором блюд и по очень доступным ценам. Здесь можно и заказать блюда. И, как вы обратили внимание, здесь самообслуживание. Здесь бывает бизнес-лач. Вот, 289 первый стоит. Капуста гурийская, спагетти, баланьеза. Хлеб хуторский, холодный или горячий чай. И ланч второй, лапша винегрет, лапша куриная, картофель целый отварно очищенный, фрикадельки мясные, хлеб хуторской. И они постоянно меняются. Вот будет еще бизнес-ланч азиатский, салат-кабустный микс, тайский рыбный суп, рис с курицей овощами, остров сладком соусе, фрикадельки. А, ролл филадельфия, чай черный. Ну, предупреждаю, что бизнес-ланча не бывает по субботу-воскресенье. Ну, я взяла и первый. И вот видите, у меня здесь борщ. Ой, от души положили. Второе блюдо. И компотик. И всегда, как комплимент, здесь вот конфетка. Обязательно конфетка к любому заказу. Ну, а что, полноценный обед. И вышел мне этот полноценный обед. 289 рублей. Так, а дежурное блюдо здесь? Котлета пожарская. Стоит 129 рублей всего. Борщ очень вкусный. Здесь, видите, даже много мяса есть. Видите, здесь самообслуживание. Довольно-таки большие залы. Работает несколько кафе, поэтому идет все очень быстро. Ну, и еще благодаря самообслуживанию. Удивительно, но я такой же кафе встретила и в аэропорту Домодедово, когда улетала. И вообще, это очень приятное, очень экономное. Ну, и бывает она во многих местах. В том числе, я часто захожу еще и на Старый Арбат. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. В следующий раз вы увидите новый обзор. Всего вам хорошего. В следующий раз вы увидите новый обзор. Субтитры создавал DimaTorzok